Рождество Иисуса Христа Рождество Иисуса Христа Рождество Иисуса Христа Рождество Иисуса Христа Не за сто лет даже, а за сотни лет до того, как Иисус пришел на землю. Вот одно из этих пророчеств записано в книге пророка Исаии в 7 главе. И Исаия однажды пророчествовал евреям, с которыми он жил. Он говорил, это вышло слово, но оно относилось и к будущим поколениям. 7 глава, 14 стих написано следующее. «Итак, Сам Господь даст вам знамение. Сидева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Аминь». Вот это знакомое местописание Исаия пророчествует за 700 лет до того, как Иисус, как это пророчество исполнилось, как оно воплотилось за 700 лет. Представляете, звучат вот эти слова «Сидева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». В этом месте кажется оно немножко неполным, потому что в Матфея идет еще пояснение «Эммануил», что значит «с нами Бог». Идет разъяснение этого имени, но вот здесь Исаия говорит, будет вот это знамение. Придет, и Бог что-то покажет, Бог откроет что-то. Это будет знамение для вас. И, конечно, знамение, мы читаем, «Сидева во чреве примет». Конечно, это удивительный факт непорочного зачатия, то, что вот Бог нашел на земле такую особенную девушку с особенным сердцем, обратил на нее свое внимание, увидел ее чистоту, искренность, ее послушание. И мы видим, что происходит чудо, да? Она приняла во чреве, и в мир через нее пришел Спаситель, пришел Иисус Христос. Но, знаете, вот здесь еще будет знамение, наверное, еще большее чудо. Мы видим, что Бог, Он не просто вот это знамение «Дева» примет, но мы видим, с какой целью шел Иисус на эту землю. Мы читаем, Его цель, когда Он шел на эту землю, было «Эммануил», что значит «с нами Бог». Представляете, Бог оставил славу неба, Он оставил вот эти воинства небесные, поклонения, которые там на небесах, и Он шел на землю, чтобы быть с нами, «Эммануил». Вот Он шел с такой направленностью. И, знаете, это было за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Но скажите, поменялся ли Бог сегодня? Хотя уже прошло 2000 лет после Его рождения, Бог не изменился. Он такой же любящий, на человека Он смотрит, как на венец Своего творения, Он любит нас, и, поверьте, даже вот в это утро, когда мы просим «Господи, приди», Он не идет просто посмотреть, как мы поклоняемся, может быть, ну, как мы одеты, как мы выглядим, а Он и всегда идет с этой целью. Это Его сущность, это Его сердце, «Эммануил», чтобы быть с нами, чтобы пребывать в нас, чтобы наполнить нас, коснуться нас. Мы, когда читаем Библию, знаете, мы находим, были особенные моменты, где мы можем сказать «Бог был с людьми», где мы говорим «Господь по-особенному был с человеком». И часто такие моменты, это были моменты, когда мы говорим даже вопрос жизни и смерти. Вот мы знаем, Израиль – Богом избранный народ, люди, которых Бог даже сказал, ну, что в Аврааме, ну, благословятся все народы земли. Бог особенно этот народ выделил, израильский, и было время, когда Израиль оказался в египетском пленении. Когда они попадали в Египет, они не шли туда как пленники, они шли, это было для них, ну, хорошее место, как спасение. Земля Гесем, но приходит время, проходит определенный период времени, и они оказываются рабами, в пленении. И написано так интересно, когда Бог является Моисею, написано, что Бог сказал «Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо своего, и дальше написано «И сказал Господь», 3 глава, 7 стих, «Я увидел страдания народа Моего в Египте, и услышал вопль Его от приставников Его, я знаю скорби Его». Вот мы говорим, это был момент жизни и смерти, и Бог говорит, «Я услышал, не просто, знаете, мы, ну, как бывает, люди молятся дежурной молитвой, Господи, помоги мне». Ну, там был вопль, там люди вопияли, возможно, вот эти плети, которые их били, которые, ну, знаете, приставники, которые над ними издевались, и люди не просто начали как-то, ну, обращаться, а начали вопиять. И знаете, в такой момент вопля, Бог написано, берет этого Моисея и говорит, «Я услышал вопль, я иду туда, чтобы избавить, я иду, чтобы быть с этими людьми». И мы знаем итог этой истории, когда они начинают вопиять, Бог поднимается с престола и идет туда, вот, в Египет, как Бог Эммануил, чтобы быть с этим народом, чтобы вывести их из этого пленения. Второй момент, когда Бог, наверное, особенно тоже был с человеком, Иона в очреве кита, мы знаем, как он там оказался, по какой причине, и знаете, когда он оказался в этом ките, написано даже целая глава этому посвящена, Иона начинает к Богу вопиять. Он говорит, что я уже до глубины морей, ну, ты меня не зринул, я оказался вот в этом, в этой глубине морской, и он начинает просто вопиять к Богу. Представляете, оказавшись в таком, кажется, безвыходном положении, мы сегодня не можем, наверное, такое представить в очреве кита, но он молится, он говорит, что обещал, исполню, и Бог тоже на вопль человека, Он обращает внимание. Написано, Бог повелел киту, этой большой рыбе, выпустить Иону, и Иона идет в Неневию. Знаете, вопль начал подниматься к Богу, взывать начал, кричать начал, наверное, вот там, где Он находился, и Бог услышал. Был еще один вопль, случай, когда с земли несся вопль в небо. И вы знаете, это уже было, когда Иисус пришел. Когда Иммануил пришел, это сам Иисус висит на Голгофском кресте, Его руки, ноги прибиты ко кресту, и в один определенный момент, наверное, когда особенно трудно было, может быть, уже и дышать под весом этого тела, кровоточат раны, боль, но мы видим, Иисус начал вопиять, начал взывать или-или ламаса в охване. Знаете, это был особенный вопль с земли, но вот этот вопль, мы видим, на какое-то мгновение он не был услышан Богом. Бог отвернулся, потому что это была цель Иисуса, прийти на землю и взять грехи всего человечества, чтобы потом через Иисуса Христа, те люди, которые будут взывать, которые будут к Нему идти, они могли понимать, что с ними Бог, что Бог слышит их, что Господь принимает их. И поэтому, конечно, были моменты, мы читаем, когда Бог Эммануил, с нами Бог, особенно близко с людьми. Мы читали моменты, когда люди вопияли, когда люди кричали. Вот, знаете, мы сегодня в Божьем доме, и, наверное, такая даже есть поговорка, как тревога до Бога. Больше, наверное, таких мы случаев прочитали про Иону, про израильский народ. Но, знаете, когда Бог пострадал на Голгофе, конечно, Он хочет, чтобы особенное состояние сердца, вот, знаете, нужда в Боге, стремление к Нему, оно в нас было постоянно. Не только, когда вопрос жизни и смерти, не только, когда, знаете, прижало меня, не только, когда мне как-то стало очень трудно, и я побежал в церковь, но чтобы каждый день мы могли Господа искать. В Библии есть удивительное место, оно записано в книге Паралипоменон, 15 глава, это Ветхий Завет. Но, знаете, эта истина однажды прозвучала в жизни одного царя. Был такой царь Аса, и была победа в его жизни. Но, знаете, после этой победы, наверное, можно представить, он шел воодушевленный. Бог помог, Господь помог поразить врагов. И навстречу этому Асе, написано даже с первого стиха, написано, тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему, послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Аминь. Мы говорили, сердце Бога, сущность Бога, Эммануил, быть человеком. Но мы видим в этом стихе, есть и вторая сторона. Хорошо, кажется, было бы, чтобы мы живем, как хотим, а Бог все равно за нами, знаете, как бы стремится, чтобы как-то быть с нами. Написано, Он с нами, когда мы с Ним. И Он написано, если будете искать Его, Он будет найден вами. Знаете, порой бывает, люди, ну, баррикадируются, если так можно сказать, по отношению Бога. Человеку говоришь, приди к Иисусу, и Он будет с тобой, Он даст тебе новое сердце, радость. Но люди порой, вот как помните, однажды Бог встречает Павла, и говорит, Павел, Саввл, Саввл, тебе трудно идти против рожна. Можете представить, может, кто-то смотрел какие-то военные фильмы, когда какой-то солдат, знаете, в полном обмундировании, у него каска, у него какой-то бронежилет, автомат, он сидит в окопе, и он никого туда не подпускает, к этому окопу. Он никому не дает даже приблизиться. Если кто-то подходит, он сразу стреляет в эту мишень. Возможно, вы видели, ну, такие вот постановки. И знаете, порой в жизни человека может быть так, Бог хочет быть с ним, а мы баррикадируемся, мы закрываемся, но мы сегодня читали цель Бога – быть с нами. И чтобы мы искали Его, как здесь мы читали, всем своим сердцем. Не только, когда трудно, не только, когда тяжело, но когда мы просыпаемся, есть время открыть свое сердце для Бога, поблагодарить Его, прославить Его. И знаете, если говорить о имени Бога Эммануил, наверное, вот в Библии мы находим, ну, каким образом это проявляется, просто уже в окончании, как ободрение для нас, каким образом Бог Эммануил, Он с нами. Наверное, первый момент, Бог Эммануил с нами, когда мы можем сказать, Бог среди нас. Вот мы собрались сегодня, и давайте будем верить, что Бог среди нас. Аминь. Это истина. Написано и в первом послании Иоанна, о том, что мы видели, слышали от начала, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, он говорит. Он вспоминает время, когда Иисус ходил вместе с ними, Бог был среди них. Иоанн мог возлежать на груди Иисуса. Они могли задавать Ему вопросы. Бог среди нас. Это одна из Его характеристик, Бог Эммануил. Вторая характеристика, которую мы читаем в послании к римлянам, Бог за нас. И это тоже удивительно. Он не просто среди нас, Он за нас. Он не против нас. Он хочет, чтобы, как мы уже в последнее время говорим, в человеках было Его благоволение. Бог за нас. Когда ты искренне к Нему приходишь, верь, что Бог за тебя. Он в твоей нужде. Он чувствует твою боль. Он знает твои переживания. Он за тебя. Он не против тебя. Когда ты искренне идешь к Нему, это Его характеристика. Бог Эммануил. Есть еще одна характеристика. И об этом Павел говорит, когда Бог уже не просто среди нас или за нас, а Бог в нас. И вот, наверное, Павел об этом говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Братья и сестры, вот это удивительно. К этому нужно стремиться. Мне хотелось бы, чтобы и в это утро мы могли, знаете, вот понуждаться в Боге. Если Он за нас, среди нас, пусть в это утро Он будет и внутри нашего сердца, когда мы воззовем к Нему. Может быть, на своем месте ты будешь подобно, вот как мы читали, и вопиять. Может, у тебя и такое время в жизни. Может, будешь благодарить, хвалить Господа. Но делай это от всего своего сердца. Пусть Бог благословит каждого из нас. Давайте мы поднимемся для молитвы. И пусть это знамение, о котором мы читали, оно проявится и в этом служении. Дорогой Отец, я благодарен Тебе за Твою любовь и милость. Господи, благодарю Тебя, что сегодня мы можем говорить о Твоем характере, о Твоей любви, Господь, о Твоей заботе к нам. Господи, и мы понимаем, Господь, мы этого бы никогда не заслужили. Господи, то, что Ты вот таким образом расположен. Господи, мы ходили в грехах. Мы, Господи, ходили каждый своим путем. Отец, но Ты, Господь, каждого из нас нашел, Господи, и более того, Ты назвал нас своими, как мы вчера слышали. Господи, Ты открыл нам, Господь, этот свободный вход, эти двери, Господи, чтобы мы шли к Тебе, Господи. И поэтому, помоги нам, Господь, никогда не отвергнуть, Господь, Твою, Господи, любовь, Господи, то, что Ты нам предлагаешь, Господи, но помоги ухватиться, помоги, Господь, Боже, искать этого благословения, стремиться к Тебе, Господи. И в это утро, Господь, мы просим Тебя, прими каждого из нас, Господь. Мы все Твои дети, мы все нуждаемся в Тебе, Господь, и мы благословляем это служение. Господи, пусть сегодня Твоему Святому Духу, Господи, будет свобода, Господи, в наших сердцах, в наших жизнях. Господи, мы хотим смиряться, Господи, мы хотим поправлять свои светильники, Господи, свои сердца, Господи, и мы хотим, чтобы Ты по-особенному, Господи, благословил нас. Господи, говори нам Слово Твое, и дай нам сегодня, Господи, еще прославить Тебя, Господь. Когда мы поем, Господи, мы хотим прилагать, Господи, Боже, все наше сердце к этому поклонению, Господи, чтобы Ты принял, Господи, и направил нас, Боже, за все Тебе слава, за все Тебе честь, за все Тебе хвала, наш великий, наш чудный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.